велосипед автор свежепокрашенный так вот он называется восстановили где-то его то ли самостоятельно то ли мастерской такие красивые обода хорошие спицы нержавейка втулочки шимана все так чисто аккуратно красиво классные рога классные ортопедические грипсы супер модные какие-то необычные ручки шимана то есть прям все 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 замечательно все очищено все очень здорово dior xt сзади это дорожный велосипед напоминаю такие вот красивые штаны провил с большой звездой и накосячили накосячили в том что длина вала каретки речь какая то есть палец право есть спокойно перекос цепи просто жуткий просто жуткий перекос цепи из-за этого на большую звезду переключать не закидывает а если он закидывает на большую звезду то на второй звезде начинается по рамке переключателя чертить то есть все сделали красиво все сделали замечательно но к сожалению не подумали не предусмотрели что каретки бывают разной длины штаны садятся по разному еще задняя покрышка стоит похоже кверх ногами не так кажется давайте проверим если здесь на стрелочка показывает назад впереди покрышку поставили правильно позади покрышку поставили кверх ногами всегда есть какие-то косяки даже при вот такой офигенной качественной сборки сейчас мы разберем каретку не зная какая здесь была каретка подберем сюда другую чтобы зазорчик был меньше в принципе условно действительно 5 миллиметров есть начну каретка пост на просто 5 миллиметров короче примерим как у нас будет ли не цепи выходить как у нас станут шатуны чтобы не было такого вот гигантского зазора между звездой и перьями на раме ну и по качеству сборки вот такая вот щель между фокусируйся пожалуйста между чашкой и рамой каретка не закручена и вот столько грязи уже внутри буквально на несколько поездок я так понимаю так что сейчас будем подбирать каретку другую так поставили каретку на 5 миллиметров поменьше теперь зазор между валом и чашкой примерно полтора на миллиметра может 2 то есть 110 сюда скорее всего не подойдет зазор между рамой уменьшился у меня теперь палец сюда не проходит вообще для этого он спокойно вообще проходил и установили правильно рамочку переключатель здесь есть наклеечка то есть переключатель новый видите все идеальник ровно то есть по высоте нас 23 миллиметра от края рамки до звезды сверху нас рамка параллельно то есть рамка вот это параллельно звездам и смотрите насколько был выше установлен до этого переключатель практически на сантиметр он был выше установлен чем сейчас поэтому конечно качестве не работал качестве не переключал то есть он был слишком далеко от рамы звезды слишком далеко были от рамы и за счет того что каретка была длинная и приезжали был установлен неправильно поэтому он не работал теперь у нас есть зазор между переключательным покрышкой на маленькой звезде у нас здесь порядка одного двух миллиметров разница между цепью и рамкой то есть не будет цепь цеплять о рамку переключателя и теперь просто вот надо все это поднастроить и пригрузить 2 шатун нанесли смазки и вот здесь вот немножечко смазку вокруг подшипника выдавило соответственно подшипник сейчас будет защищен смазкой от того чтобы он ржавел со стороны звезды к сожалению все равно будет грязь попадать да и сверху через вот это отверстие под седлом тоже грязь проникает в раме есть различные технологические отверстия то есть вода и грязь попадает в раму не только через каретку через другие дырочки и каретка ржавеет и вот о чем я говорил то есть вот у нас каретка то которая стояла 118 и сколько грязи внутри вот этот выступ от чашки до края вала у нее длиннее на 5 миллиметров чем у 113 каретки и у нас сейчас зазор между шатуном и рамой составляет порядка одного полутора может быть двух миллиметров можно было попробовать поставить 110 каретку у нее выступ еще на два миллиметра короче но я боюсь что здесь уже шатун сядет слишком плотно и тогда шатун сам вал сама блестящая часть будет цеплять у чашку а сейчас переключатель работает идеально все хорошо настроилась то есть вот это вот расстояние которое мы подобрали на 113 каретки длину вот этого вала от чашки до края и плотно насадив шатун мы убедились в том что будет все хорошо работать что достаточная длина достаточно расстояние звезд от рамы что ничего не цепляет и что линия цепи максимально ровная в этом положении давайте закрепим полученной информации так как правильно подобрать длину каретки длину вала кареточного узла нам нужно чтобы вот этот зазор между большой звездой и рамой был как можно меньше в данном случае он все-таки достаточно большой то есть по хорошему бы нам бы на миллиметр его еще меньше что палец сюда не пролезал до этого палец пролетал вообще свободно но у нас здесь стоит каретка 113 короче мы сюда поставить не можем почему потому что между валом и чашкой вот этот вот зазор вот этот вот зазор он и так уже минимальный то есть плотнее шатун кроме мы посадить не можем потому что мы ограничены той длиной каретки которая существует в продаже то есть мы добились того чтобы вал был самый короткий какой возможно чтобы шатун сел максимально плотно кроме то есть зазор между штуном и рамой между чашкой был минимальный в этом положении у нас переключатель не цепляет о покрышку, то есть он может скидывать на маленькую звезду, то есть у нас каретка не настолько короткая, чтобы переключатель упирался в покрышку. Такое бывает, что иногда каретку вы подобрали, поставили, шатун запрессовали со всей силы и переключатель либо в раму упирается, то есть вот здесь зазора нет вообще, то есть переключатель уперся в раму, на маленькую звезду не скидывает, либо он начинает упираться в покрышку, покрышка слишком широкая, Переключатель не скидывает Это значит, что либо надо покрышку менять Либо нужно ставить каретку чуть-чуть подлиннее То есть у нас переключатель сейчас скидывает На самую маленькую звезду Он работает И шатун сидит максимально плотно к раме В этом положении у нас со средней звезды В середину кассеты Линия цепи будет максимально ровная Как это еще можно проверить? Либо с маленькой звезды на вторую звезду Либо с большой звезды на вторую звезду маленькую У нас линия цепи должна быть ровная Сейчас я поставил У нас линия цепи практически идеальная Чуть-чуть не хватает Вот как раз 1 мм Чтобы посадить шатун плотнее к раме Чтобы линия цепи была максимально ровная То есть в принципе длина каретки подобрана идеально Короче поставить сюда нельзя Длиннее поставить сюда не нужно Потому что тогда линия цепи искривится очень сильно И переключатель у нас работает полностью во всех положениях Сейчас он ровно подведен Прямо по этикеточке, по наклеечке То есть он стоит ровно Параллельно звездам Очень легко закидывает Легко скидывает То есть длина каретки подобрана верно И это позволяет меньше изнашивать цепь Потому что линия цепи максимально ровная И облегчает работу переднего переключателя КОНЕЦ